Сегодня весь мир отмечает День Семьи. В отличие от нашего российского Дня Любви и Верности, появившегося в памяти святых Петре и Февроньи, международный праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Во все времена развития страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства. Благополучие семьи вот мерило развитие и прогрессы страны. К сожалению, количество разводов в России по-прежнему остается большим, а молодые люди все чаще отказываются связывать себя брачными узами. Восстановить авторитет семьи – задача государственной важности. Над ее решением работают и гражданские институты, и органы власти. Глава Чувашии Михаил Игнатьев, находящийся в деловой поездке в Китае, прислал поздравление с Международным Днем Семей, в котором отметил, укрепление семейных ценностей является одним из приоритетов политики в Чувашской Республике. Благодаря различным формам государственной поддержки получают возможность улучшить свои жилищные условия молодые семьи. Ежегодно усиливаются меры защиты материнства и детства. Семьям, в которых с 1 января 2012 года родился третий или последующий ребенок, выплачивается республиканский материнский капитал. С 1 января 2013 года введена ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижениями возраста трех лет. В этот день особое поздравление семьям, прожившим вместе 50 лет и более, а таких в Чувашии немало. Клавдия Васильевна и Александр Алексеевич Малякова из деревни Русская Сорма Аликовского района в январе этого года отметили 65-летие семейной жизни. И ни разу за столько лет не пожалели о принятом решении. И говорит вот перед вами и перед нем, говорит перед Богом, Клава, я тебя люблю. Вот тысяча бы женщин было, я бы тебя выбрал. Правда ведь ты говорил. Ну как? Чем я ведь? Да и Бог всем семьям такой любви и верности. Кстати, сегодня столичные депутаты определяли место для будущего памятника Петру и Февронии. Среди прочих рассматривались площадки рядом с часовней Рождества Христова на площади Республики и неподалеку от мужского монастыря.